Наши достижения, его достижения, это то, что не произошло беды. Тяжелая зима с холодом и отключениями, крах власти Зеленского. Это шоу, это интертейнмент. Систему не ломаем. Вот это самый главный промах, который существует. Мы не имеем успехов в экономике. Это против новых штаммов. Будем колоться, колоться и колоться. Всем здравствуйте, кто на Политека онлайн. Всех с новогодними праздниками. Поздравляет наш коллектив. Ну и, конечно, Александр Кочетков в нашей студии. Здравствуйте. С удовольствием я присоединяюсь. У вас такой энтузиазм, как будто вы, Александр, чего-то ждете действительно нового от Нового года. Причем хорошего. А вы нет. Я? Ну как, я предпочитаю ошибиться в лучшую сторону. То есть я ничего хорошего не жду. А если произойдет, я безумно рад. Вы знаете, предварить нашу беседу от уходящим 21-м и 22-м и ожидания от него, я бы хотел вот этой публикацией, ну, гения мысли продвинутого человека, иконы стиля политической мысли. Вы все про Зеленского, нет? Нет, экс-презсекретаря Зеленского Юлии Мендель. Вот такая публикация у нее была в Инстаграме. Каждые 10 лет мир переживает финансовый кризис. Предсказать его очень, ну, точно невозможно. Но, ну, обращать внимание на сигналы важно для каждого из нас. Каждые 10 лет финансовый кризис, а предсказать его невозможно. В общем, с этого хотелось бы и начать. С кризиса или с предсказать, или с того, что вот живая икона, того, что неофитом нельзя попадать на высокий уровень власти без предварительной, ну, скажем так, обработки. В 21-м почистили ряды слуг народа и команды людей, которые принимают решения. В 22-м это продолжится? В 21-м почистили на одну 9-тысячную, 10-тысячную процента, а все остальные... Я сразу буду спорить, Александр. Такие ужасы. Аваков, Разумков, даже вот госпожа Мендель... Аваков не попадает под категорию неопытный и бестолковый. Про него можно говорить, он там хитрый, он там коварный, он там все же... Он опытный, он соображает и отвечает за каждый... Фильтрует базар, как принято говорить, было вперед попередней власти. Время Януковича. Значит, честь от тех, которые, ну, явно... И то не всех зашкварились. Вот этот вот депутат-автомобилист, которого они могут установить, был он за рулем или не был, трухин-то, ну, как бы неприкосновенен, зашкварились там неоднократный ряд депутатов, там всякие переписку там сексуального характера, да сидят на своем месте. Далеко не всех чистят, только уж таких, которых, ну, просто, никоим образом нельзя. Избежать. И все. Это были специально обученные люди, специально обученные, связанные со спецслужбой, являющиеся секретоносителем, умеющие обращаться к секретной информации, умеющие распознавать поползновение спецслужб и противостоять им. Более того, проверенные на сопротивление искусам власти. Искусам власти, потому что власть предоставляет безумные возможности каждому, который туда попал, тем более человеку, который имеет возможность прямого общения с первым лицом. То есть ему можно зайти и что-то сказать наедине, там, посоветовать или еще же подбросить какую-то мыслишку. Это безумно важная вещь в аппаратной системе бюрократической. Главная валюта не доллары, не евро, не близость к телу. Возможность зайти и что-то сказать такое, занести мысль, пролоббировать какое-то решение. Для кого-то. И тут же вся бюрократическая система бросается на этого человека, приближенного к телу. Ну, соответственно, самого человека, но на приближенного к телу. Выискивая слабые места. Искусы власти появляются по себе, я знаю. Я в свое время возглавил группу им же президента Украины. То есть имел возможность зайти к нему, вот именно по старой памяти. Мы же работали на Ижмаш, и у меня особая история взаимоотношений с Лендиным Кучмой была. Я мог зайти и что-то там сказать, явно выходя, что я за рамки прямых полномочий. И тут же ко мне, Александр Борисович, вы там книжки писали, все. А давайте мы с этим полное собрание сочинений ваше. Вот оно в таком подарочном мысле. А вы отдавайте. А я, не то ли я к чему. Во-первых, я с ракетного завода секретного, где нас там буштровали против всех этих изысков. И насчет того, что к тебе что-то предлагают не с хорошим, а не тебе бесплатный сыр мышеловки. КГБ в те времена крепко воспитывало реальных секретоносителей. А я и был, я ездил на полигоны, участвовал в разработке ракет. Был, имел, так сказать, даже первую, это высшая, первая форма допуска. Особой важности не более чем на полгода дается. И такого человека даже арестовать милиция не могла. И раз удостоверение, там, командировочный привет, меня козырнули. И сдали меня в спецмилицию, в спецпрокуратуру и все. Потому что я секретно-носитель. Нас воспитывали. И референтов воспитывали. Зеленскому хочется быть... Кстати, уже закончил, что про литературу. Я начал печататься, опубликоваться в советские времена, где пробиться было очень сложно. И мне просто было, ну, я извиняюсь, впадло. Печататься по блату, если я сумел пробиться в равной конкуренции в советские времена. В фантастике, кстати сказать, публиковали только грамоты хорошо пишущих. Идеология там была, наоборот, противная. Идеология в фантастике там была. Аласис такой. Так вот, Зеленскому хочется иметь комфорт... Он прежде всего ценит комфорт, не эффективность работы. Личный комфорт, шоу-бизнес. Личный комфорт, удобство, все прочие отношения к окружению, к семье. Поэтому вот если у него есть там помощница, та же самая Левченко, то он не хочет ее менять на референта подготовленного и так далее. Потому что он рядом с ним будет себя чувствовать, может быть, вполне удобно. Потому что человек в сто раз больше знает по государственному управлению, чем он. Если он поработал с кем-то предварительно толковым. Так вот, он оставляет ее. Она попадает в невероятную ситуацию, когда она является секретоносителем без абсолютной подготовки. Конечно, ее приходится охранять. Нормально, что ее охраняют. Ситуация не должна была возникнуть. Но раз возникла, да, ее охраняют. Но все эти искусы мужа без образования, беспрофильного, он назначит там сам министром и предоставит любые. Вот это. Никто у нас во власти, будущая власть, не проверяет и не контролирует. Не только насчет дееспособности. Хочу быть депутатом Верховного Совета. Покажи что-то на районном уровне. Там, напродуцировал. Продемонстрировал знания законов. Нет, сразу наверх. И еще меньше нас проверяют на соответствие, на способность сопротивляться искусам власти. Вот эта власть во главе с Зеленским не способна сопротивляться искусам. Они плывут тут же моментально. Смотрите, это прекрасный анализ, но ведь в контексте 21-го и 22-го годов, вот на этом рубеже, вот какой можно сделать вывод, насколько Зеленскому сложно с командой, с людьми в 21-м и будет в 22-м? Ему отлично. Он выстроил систему удобную, комфортную для себя. В стране не то, что сложно, а невозможно с этой. Просто тупо невозможно. А ему комфортно. Ну как же комфортно? Ему комфортно там, внутри. У него все выстроилась. Отличная полярная система. В том смысле, что любая критика – это происки врагов. Это нечестно. Это неправда. К этому надо относиться. Именно как к проискам врагов. Кто же вообще всерьез обращает внимание на зловредные происки врагов? Вот мы сейчас сидим и злобствуем. И нас купили из список от Ахметова до Путина. И между ними все остальные, которые есть 10 копеек, чтобы нас с вами купить. Потому что мы там отчасти критически. А можно попросить вас составить, ну вот так вот, на вскидку, топ-5 побед и поражений Зеленского. Топ-5 побед и поражений? С чего начинаем? Вот именно действий президента. С чего начинаем? С побед или с поражений? Давайте начнем все-таки с побед. С побед. Первая победа. Победил с небывалым уровнем доверия и надежд. Это безусловно. И в 21-й год. А, то есть за 21-й год, то уже все отбрасываем. О, вот тут насчет побед я так и задумался. Я бы отнес все-таки сохранение определенного двупартийного интереса. Двупартийного интереса в Соединенных Штатах. Не очень все это хорошо, но лучше, чем могло бы быть. То есть в двупартийных Соединенных Штатах они остаются у нас партнеры. Отношу к победам. Удалось внешнеполитическим, удалось не лечь под Путина с настойчивыми, в том числе, европейскими просьбами, заняться Минском в кремлевской трактовке. Это безусловная победа. Его победа, я могу отнести, что его рейтинг, благодаря спекуляциям, махинациям, технологиям, тем не менее, он держится на рекордно высоком уровне президента третьего года Павления. Мы три сейчас насчитали. Мы три пока насчитали. Три. Двухпартийная поддержка Соединенных Штатов не лег под Путина. Не лег под Путина, сохранил и сформировал ядро, ядро электоральной поддержки. Относительная стабильность национальной валюты, это в общем-то неплохо, это не очень хорошо, но это неплохо. Могло бы быть в этом, я все время, наши достижения, его достижения, это то, что не произошло беды. Вот стабильность национальной валюты, которую мы наблюдаем, это отчасти хорошо. Ну и безусловно... Все-таки 21-й год, Александр, это ведь год 30-летия независимости страны. Ну извиняйте, ну и что? Зеленский вот здесь. Вот я последнюю победу хочу назвать. Таки да, большая стройка функционирует. Да, она запущена президентом. Естественно, не он строит, а строит другие совершенно люди. Но тем не менее, наличные результаты мы видим. То есть дороги, какие-то там дома, школы, больницы, что-то такое. Тут оживление в этой сфере явно присутствует. Почему бы вы не вспомнили парад? Я не могу вспоминать парад, как локальное мероприятие и некое шоу. Если мы всерьез разговариваем об успехах и победах, то успехи и победы президента не открытия, как Петр Алексеевич, какой-то знак на трассе, в будущее ведущий открывал. Нет, это инфраструктурные, институциональные сдвиги в позитивную сторону. Вот чего мы ждем от президента. Президент – это даже не погода, а это климат. Вот меняется климат. Президент должен менять климат в стране. Долговременные, серьезные изменения, не заметить которые невозможно, и которые работают на пользу страны. Меняется климат. Мы все там утепляемся, раздеваемся. Великое обледенение, оледенение, жаркий период какой-то. Вот чем занимается президент. Но я все-таки вернусь к этому параду. Почему? Потому что на этом параде Мрия пролетела над Киевом. На этом параде присутствовали представители войск стран НАТО. И раньше присутствовали, и перед этим Порошенко присутствовали. Я вам точно говорю, что присутствовали. И это, знаете, вот слово Украина, НАТО, наверное, вот очень популярны вместе в контексте ушедшего 21-го. Нет, ребят, не заряжено. Все вот эти вот призывы, речи, шоу – это разовые вещи. Прошло и забыли. Вот давайте вспомним там парад 17-го года Патрукова Петра Павловича. Да не вспомните. Вот пока не полезем в интернет, не узнаем, что мы помним о параде 17-го года. Ничего не помним. А 18-го? Чем они отличаются? 17-го года? Да ничего. Извините, я буду все-таки защищать креативный цех президента Зеленского. Еще раз. Сию минуту. Девочка. Историческая постановка. Это вот действительно большой серьезный день. Хорошее шоу, не более того, шоу не накормит, шоу не обогреет, шоу не защитит наши границы, нашу территорию, не сделает ее неприкосновенной. Шоу не двинет нас в 21-й век к технологиям безуглеродным, к электротехнологиям, к зеленой восстановлении энергетики. Шоу не двинет. Шоу может скрасить вечер или утро, или день, не более того. Давайте каждый сериал, который снял Нетфликс, записывать в победу человечества. Это шоу, это интертейнмент, это развлечение. А мы говорим о результатах правления президента. Если мы говорим о каком-то результатах учебного года у младшего отпрыска или дочери, то мы пытаемся смотреть на оценки. А не то, как где-то там... Красиво прошел первый звонок, да. Красиво. Ну, хорошо, прошел первый. И фотография у нас по этому поводу. Но оценивать мы ее будем. И когда она поступает, или он поступает. В ВУЗ будут. Они будут смотреть на вот эти итоговые оценки, на экзамены. Вот на это надо смотреть. Это важнее, ребят. Топ-5 промахов. Топ-5 промахов. Не поменялась система. Самый важный промах. Не поменялась система. Наоборот, новая власть начала встраиваться в прежнюю, неэффективную, коррупционную систему власти. Самая ужасная. То есть все рассуждения, что мы там даже из здания выйдем куда-то, надежды были. Как раз два года осваивался. И в 21-м году он начнет эту систему, сообразил, где чего ломать, чтобы ничего не нарыли. Не систему не ломаем. Вот это самый главный промах, который существует. Второй промах. Коррупция не уменьшилась. Коррупция осталась. И еще добавились ряд направлений коррупционных, к сожалению. Вся та же оплата, вот то, что там все бывшие из окружения Зеленской говорили, вся та же оплата в конвертах. А это запускает коррупцию. Откуда брать деньги на оплату в конвертах? Это вся та же работа с олигархами, со всякими теневыми бизнесами. Все эти конвертационные схемы, контрабанды. Все вот это осталось, потому что вас в этом заинтересованы. То есть они продолжили коррупцию. Это самая вторая такая, самый большой провал. Мы не имеем успехов в экономике. Поскольку президент руководит и монобольшинством, и соответственно Кабмином, то спрос за экономику к нему. Наша экономика хромает, хромает, все дальше заводит долговую яму. То есть у нас нет успехов в экономике. И хотя нам президент рассказывает про какой-то небывалый рост ВВП, 190 миллиардов и все прочее, наш же Национальный банк уменьшает прогноз роста ВВП до 3%, что является несерьезным после того падения, которое мы в принципе имели. Сейчас надо подниматься 10% этим. Это его главное, главное такое, так сказать, он не продвинулся ни на шаг ни в сторону мира, ни в сторону урегулирования ситуации с Донбассом, ни в ущерб Украине. К миру мы не прилезли, и даже наметок нету, и даже наметок нету, чтобы каким-то образом мы были полны на неясность. Ну и последнее, что большим проблемам 21-го года оформилась полная зависимость, в 21-м веке, полная зависимость нашего происходящего в Украине от внешних факторов. Как в внешнеполитическом вопросе тот же мир, так и в экономистских, без транша прожить никуда не может. Вот в 21-м веке, вопреки тому, что происходило с Голобородько, который там рассказывал какие-то вещи, и первые годы там Зеленский рассказывал тоже примерно, что рассказывал Голобородько, вот сейчас он даже с МВФ, меморандумом полностью противоречит тому самому, что он говорил тому же капиталу на выводе, не капитал, он подписал, что мы не будем его вводить, хотя во всю избирательную кампанию он все время рассказывал об этом ключевом налоге, который двинет экономику вперед, не двинул, и расписался человек, что этого не будет. То есть полный отказ от самостоятельности, добровольный, и полностью переход экономическое издевение и внешнеполитических вопросов, что изволить, и там просьбы разного уровня эмоциональности, просьбы нас защитить, нас поддержать, нам помочь, несамостоятельность. Вы знаете, очень показательно, наверное, было, когда мы встречали 2021 год, когда рисовали вот эти цифры 2020 с масками, 2021 со шприцами, ну как год вакцинации, 2022. Каким будет в отношении борьбы с COVID-19? Ну, совершенно очевидно, но печально. Значит, если мы рисовали тогда с маской, да, маска остается, безусловно, ее уже можно, так сказать, нарисовать пришитой к физиономии, малоснимаемой какой-то, или там какие-то фильтры меняют, ну как стационарный элемент нашего внешнего вида. А в отношении шприца, человека со шприцом, то сейчас их должен будет стоять на новой картинке взводу. Потому что один не справится с тем количеством инъекций, которые нам сейчас обещают. Уже там две инъекции, которые мы сделали против COVID-19, оказываются официально неэффективными. Надо делать больше, уже готовится решение Минздрава, уже наш Минздрав об этом сказал, мировой точно так же, что, в общем-то, против новых штаммов, там, будем колоться, колоться и колоться. При этом самые тупые начинают понимать, что если так много инъекций, то, наверное, их эффективность все-таки не слишком велика. Что-то где-то тут нас разводят каким-то образом. Покажите, пожалуйста, вот Владимира Вольфовича Жириновского. Ну, не критерии. Не, не, критерии. Критерии почему? Потому что вот такая новость вышла, там, за две недели до Нового года, Жириновский сделал седьмую прививку от коронавируса. Понимаете? А я его вообще считал, ну, я с ним пересекался, он не совсем дурак. Может быть, это со старостью, на старости лет, мне трудно представить, у него хорошее образование, подготовка, спецслужбистская, кстати сказать, не случайный человек, не случайно прорывался на те позиции, которые он прорывался. Так вот, разумный человек сообразит, что чем больше инъекций, это нагрузка на иммунитет. Инъекция, это ослабленная, но болезнь, это нагрузка на иммунитет. Если вы будете там регулярно несколько раз подряд ломать руку в одном и том же месте, ну, ничего хорошего для руки у вас. И все-таки в контексте борьбы с COVID-19 и, ну, вот очень показательный конец 21-го года, когда мы искали спасение вакцинации, международные сертификаты, возможности. Сейчас мы прозреваем, что очевидно нам с этим жить. А сейчас к сертификату еще обязательно ПЦР-тест те же поляки попросили в конце года. Те же итальянцы в конце года закрыли туристические посещения. А вот все идет как раз тенденция к максимальной изоляции, то есть обосновывать необходимость куда-то выехать, в какое-то условно цивилизованное место. Надо будет кучей причин. Там, к примеру, родственники, да праздник там родственников, свадьба, я не знаю, что ли, не дай бог, тфу-тфу-тфу-похран, а не просто к родственникам, потому что давно не видел. Вон в зуб зашел и посмотрел. Вот очень серьезная причина для того, чтобы поехать. И будут некие не очень цивилизованные такие, в которых будут толпы народу, в которых, ну, как сейчас офшоры, вот куда можно будет выезжать по простым, по простым, с минимальным количеством формальностей, но туда ломанутся все из постсоветского пространства, и там будет, конечно, не продохнуть. Там как раз и заболеваемость будет большая. А ко всем остальным будут настойчивые, даже не просьбы, не предложения, а некое навязывание заменять реальные путешествия и перемещения виртуальными. Да? То есть столько будет много сложностей, что человеку будет проще плюнуть и посмотреть кубки на путешественников, условно говоря, чем отправляться куда-то непосредственно в виде тушки. Вот эти сложности, вот они сгенерированы все-таки... 50 на 50. Все-таки вот новым веянием, новым временем? 50 на 50. Я так скажу, сложности возникли, и очень много еще там с 80-х годов писатели, фантасты, коллеги писали о том, потому что природа ответит, человечество так издевается над природой, что она обязательно ответит. То есть она, воспринимая, условно говоря, человечество, которое ее уничтожает, как вирусы, или бог его знает, природа, биосфера Земли, она так или иначе ответит, против этого вируса возникнут какие-то антитела у природы. Так вот, появление разных вирусов, их много, они постоянно мутируют, становятся более опасными и все прочее. Это естественный биологический ответ природы, наваровываться человека, проживающего. Это реально. Но то, что очень большое количество людей, в том числе тех, кого мы относим к условному, мировому правительству, решило воспользоваться реальной ситуацией и подтолкнуть мир к тому, что они считают правильным, то есть к неким экологическим вещам, к неким там сверх-сверх-сверх, вот это эксотерриториальным вещам, к объединению, там, повышению роли суперкорпораций, транснациональных, вот это все, трансгуманизм, и все подтолкнуть, воспользовавшись реальной эпидемией, реальной биологической ситуацией, подтолкнуть, то есть больше, оставить людей сидеть возле компьютера и расширить там возможности транснациональных корпораций под флагами зеленой энергетики, декарбонизации и всего прочего. Это да, поэтому я говорю 50 на 50. И объективно, и воспользовались. Нам навязывают, мы не в той, не в той категории. Вот нас ставят без факторов. Я просто очень хочу уточнить момент один. Смотрите, с одной стороны, глобализм... Да, неоглобализм сейчас прошло. Сейчас глобализм как процесс, это отсутствие границ, это тотальное объединение и уничтожение... Рухнул. Уничтожение... Рухнул неоглобализм. Как идеи национальных государств. Рухнул неоглобализм. Глобализм как таковой рухнул, уничтожение границ, все это транскордонное... Он как бы оказался неэффективным нацией, не очень захотели, со своими особенностями, языком, культурой, как-то не очень захотели отмирать. Одна, одна тем. Пошли сопротивления, там, глобализм и все. Неоглобализм предполагает нечто другое. Окей, хотите вы быть национальны, капсулируйтесь. Но мы вам обеспечиваем глобальность информационных доступов, куда попала, и мы обеспечиваем глобальность принципов и правил, которые существуют в мире. Хотите или нет, но мы их вам навяжем. Вот как это происходит в вакцинации. Оно же трансграничное, если оно глобальное, глобальное подход. И вы от них не спрячетесь в своих границах. То есть, пожалуйста, национальная особенность, культурная традиция, все живите тут. Но мы вам навязываем неоглобализм информационный и некие общие правила, и некие транснациональные корпорации, типа условных, Apple, SpaceX, Microsoft, которые работают транснационально, находясь выше, чем национальные законы. Это поэтому Илон Маск топ лицо 21-го года и в Time, и в других изданиях? И Илон Маск, и Билл Гейтс, и все, они являются, и тот же Цукерберг, являются предтечами этого нового порядка, а они оказались наиболее готовыми со своими структурами, со своими структурами к этим новым правилам. Тот же Цукерберг, он формирует виртуальную реальность, в которой мы будем жить, чтобы не путешествовать, не заражаться и других не заражать. Тот же Маск давно занимается нейролинком, то есть системой прямой доступа информации прямо в мозг, минуя другие, трансляторы и все прочее. Это как раз работает на виртуализацию нашей жизни. Тот же Гейтс занимается тем же, транснациональная компьютерная система, которая и следит, и удовлетворяет вашим желаниям, и перечеркивает необходимость выходить, грубо говоря, из дома. И тогда человек в этой системе становится абсолютно послушным, абсолютно управляемым, в том числе и даже путем нажатия кнопки, сразу там синапсы и прочие эти самые нейроны сработали как надо. Он становится управляемым, очень удобным, и мы делаем такой чудовищный шаг в сторону той самой матрицы, четвертой серии, которую стоит посмотреть. Скажите, пожалуйста, вот исходя из этого всего, как будет управляться человек и куда его будут толкать? Человечество резко делится на 90%, которых это устраивает, которые не очень замечают то, что ему навязывают, и это будет значительно мягче, чем сейчас там Гугу подбрасывает некую рекламу, это будет значительно менее заметно, и 90% людей это будет абсолютно устраивает. В целом уровень жизни, да, уровень жизни немножко таки упадет, у большинства людей упадет, у самых богатых, какой был, такой останется, потому что будут введены квоты на перелеты, на переезды, на все, как их ведут, незаконно, деньгами, ценами. Кто сможет заплатить, очень богатые люди будут продолжать перемещаться и жить прежней жизнью, платя за это в 10 раз больше. Все остальные не смогут этого сделать, но их будет по большому счету устраивать, ибо развлечение появится прямо на дому, прибудут в дом через многочисленные дисплеи. И 10% людей будут категорически не соглашаться, уходить, протестовать, бороться с этим, искать новые формы, уходить в Даркнет, объединяться вплоть до каких-то там околотеррористических актов. 10% активно несогласных людей попытаются с этим новым порядком бороться. Ну, 90 против 10, да, бог его знает. Хотя бывает всякое, поживем, увидим. Еще и метеорит может упасть на землю. Ну, метеорит это да. Я бы все-таки хотел, ну, вот, уточнить, зачем и куда толкаем будет человек в эпоху неоглобализма. Планету действительно достали, экологическая катастрофа реальная проблема. Надо что-то с этим делать. Так ли, как сейчас делают мыслящая правейшая верхушка нашего человечества, не факт. Но что-то делать, несомненно, надо. В конечном итоге это попытка, как у Зеленского, сделать что-то хорошее. А вот что из этой попытки получается, может получиться более-менее нормально, как на Западе иногда случается. Может получиться, как Владимира Александровича, то есть прямо противоположное тому, что намечал. Но не делать ничего нельзя, ибо нас захлестнет ответ биологической сферы, ответ природы в форме вирусов, в форме катастроф, в форме наводнений, цунами, изменений климата и прочих страшных вещей. Либо так, либо и так. Если не будем ничего делать, нашим потомкам будет чрезвычайно слож. Мы-то помрем примерно так, как оно и живили. Но нашим потомкам через поколение будет чрезвычайно сложно. То есть тенденция правильно меня раздражает, как человек, относящийся к десяти вот тем процентам, про которые я обсуждал, что с нами не хотят поговорить и объяснить по-человечески. Нас принуждают и загоняют в некий загон, огораживают дорогу и заставляют по ней двигаться, вместо того, чтобы сознательно объяснить, нормально объяснить, убедить, а не заставить. Но, может быть, так эффективнее, я не хочу с этим спорить, большими массами людей, очевидно, можно управлять проще путем принуждения, чем убеждения. Ваше главное ожидание у 22-го? Коммунисты что-то знали, поэтому у них были пятилетки. И поэтому третий год пятилетки считался, назывался решающим. Там был завершающий, начинающий, решающий. Вот что происходит в этом году, определяет всю пятилетку по ее результату. Год правления Зеленского решающий, следующий год решающий. И я ожидаю, что мы определимся в ту или иную сторону. Ужасный конец или ужас без конца. То есть, если у нас зима пройдет чрезвычайно скверно, то есть, будет холода, угля нету, газ по 1500 долларов, это просто долларами проще допить. Базута, как выясняется, судя по всему, в госрезерве тоже нет. Тяжелая зима с холодом и отключениями, крах власти Зеленского, крах власти Зеленского, дойдет даже до самых ярых водетов. И как-то у нас там барботаж, турбулентность, и что-то новое, и маятник качнется в сторону людей, таки соображающих, ну, так оно в общественном процессе происходит, сначала в сторону наглых дилетантов, потом качнется в сторону людей, исправляющих ситуацию, то, что натворили пришественники. Это один сценарий. Другой сценарий, если не будет холодов и удастся пропетлять так или иначе, то наш ужас без конца законсервируется. У нас законсервируется, и тогда у власти появится возможность выдохнуть и начать, маневрировая, то есть выборы президента раньше, чем выборы парламента, укрепить свою его и все прочее. Вот я жду от этого года определенность, двигаемся ли мы по ситуации быстрой, тяжелой, но решительной смены ситуации, парадигмы направления движения, либо консервации того, что не устраивает, то есть крах откладывается на потом, но будет совершенно неотвратимым. Ну то есть хоть так, хоть так крах. Нет, так не будет крах. Так мы сумеем таки встрепенуться. Если вот сейчас она несет развая, мы встрепнемся и сохранимся, и у нас появляется шанс. А если мы отложим, то есть мы хроническую болезнь, она нас добьет, вот там будет крах. А тут появляется шанс на реанимацию, спасение и возрождение. Давайте вот чтобы реанимация, спасение, возрождение все-таки шансов на этот шанс. Было больше этого и пожелаем каждому подписчику Политеки Онлайн спасибо, что вы с нами. И мы уверены, что отметка 500 тысяч вот все-таки 20-22 нам суждена. Подпишитесь, пожалуйста, и поставьте свой лайк, напишите комментарий. Спасибо, с Новым годом! Взаимно! Всего хорошего!